ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здрасте. Артем, здрасте. Проходи. Лера красится. Сейчас я позову ее. Да. Ничего мы. Здрасте, Григорьевич. А вы скажите им, что мы не можем платить? Да, потому что мы бедны. Добрый день. Я смотрю, а ты парень на стырной. Да, Валентин Михайлович. Тема, привет. Красота какая-то мне. Нет, Григорьевич принес. Он что-то не берет. С днем рождения. Спасибо. Ну, сейчас с моими кофе и в клуб потерпящих. Проходи. СТУК В ДВЕРЬ Артем. Ты же у Гуревича работаешь. Обоим неудобно. Ты звони заранее, чтобы не пересекались. Или лучше мы вообще не приходи. Без обид. Артем, ты идешь? Ладно. Без обид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это кто? Друг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, садись, друг. Все-все, садитесь все. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы все пьем. За Леру. Вера, от души за тебя. Все от души. Все очень искренне, прям как я. За Леру. За тебя, дорогая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты что ли поэт? М-м-м. Поэт? М-м, да точно. У поэтов у них всегда блокнотики есть с собой. И если их торгает, они сразу туда записывают, да? СМЕХ Можно, да? Так, 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 я могу... Читай, читай! Сейчас. Ага. Седина, как медаль. Это что значит? Что такое? Разве возраст 50? Самое начало. Для успехов трудовых, для побед немалых. Жесть какая-то. Так, что у нас еще значит? Что это такое? Это муза твоя какая-то? Джульетта? Вдохновляет? Да нет, это я для корпората. Поздравилки всякие. А, понял. Извини, просто Лер говорил, что ты курьер. Там платит мало. Вообще-то я еще и обеюлень расклеиваю. Понятно. Да нет, на самом деле, это... Уважуха. Абсолютно. Респект, правда? Я даже предлагаю всем выпить за Артема. Да. Респект. Так, все пьем за Артема, да? У-у-у! За Артема! Ура! Артем не пьет, но мы пьем с ним. Можно я посмотрю? А куда едем? В Шадо. Там сегодня закрытая вечеринка. Я уже столики заказал. Просто вы мне можете объяснить, что мы можем нам такого сделать? Посмотрите, нормальный... Я нормально одет, нормально одеты мои друзья. В чем проблема? Я не знаю, вообще никак. Я ему даже денег предложил. Тут самый жесткий дресс-код в Москве. Ладно, что, поим в другое место, да? Сейчас столик закажем. На, я не пойду. Уверен? Я уже с тебя не пойду. Ладно, вечером будешь должны. Проси, чувак! Сейчас. КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не могу, извини. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Почему? Слушай, мы уже месяц встречаемся. У тебя что, кто-то есть, что ли? Я знаю. Ну, давай как-то ручками или губками. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Понимаете ли, мне это физически невозможно было. Не то, что я там хотела и не хотела. Я, может, и хотела, три дня перед этим не спала. Опять накрыла. Любовь – это наркотик. Хочешь слезть, а не можешь выше твоих сил. Я в завязке была три месяца. Я только там, в машине поняла, я только его хочу. Больше никого никогда. Я все три месяца себе врала. Деньги, карьера, плевать на все. Хочется быть рядом с ним, и точка. Отойти не можешь, как заколдовал. Мясом приросла. Закурите еще, пожалуйста. СТУК В ДВЕРЬ 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 Газировка в стакане Леет От кусочков льда Моя майка впитала Все, Чем ты пах сейчас? Лето на коленках И лето в волосах Лето как не будет Больше никогда Самолет и это Совсем не то, что ты думаешь Про них Они Навсегда Навсегда Какая радость, когда человек Слышит слова Растамана Какая радость, когда человек Что ты слышишь Везти ты хоть сможешь? Да я не помню, когда по-другому ходил Скоро она вообще? Ты мало того, что меня подставляешь Ты себе все будущее портишь Ему-то хорошо, он привык там на дне Но у тебя есть будущее Я смогу к вам вернусь, ты же этого хочешь Что обо мне подумают, а? Что моя дочь... Что подумает, Гуревич? Ты меня достал со своим Гуревичем Со своим проектом Пусть он у тебя провалится уже Я все на карту поставил Так ты мне помогаешь, да? Давай, езжай Пожарить без папы, без мамы Я вас на себя тащить не буду Ни копейки не получишь Ни от меня, ни от вас Да вы можете зажраться уже Со своими деньгами Я с вами вообще не хочу иметь дела Марчом завтра же уволится И другую работу найдет И вы нас никогда больше не увидите Может мы вообще уедем И вы нас больше не найдете Ну-ка заткнись Он строил истерику Не Арина, а отца Мне жаль, что у вас в жизни что-то не получилось Только вы других такими не делаете Да, Валя, ну-ка Ну-ка на кухню, на кухню Кроволола, потом лежать Лежать, я сказала, Ваня Убивать тебя из-за еды Я не больной человек, ты понимаешь Я тебя сейчас за дурой даже не буду назвать Потому что ничего, бессмысленно с тобой говорить Иди Поживи в избушке Через месяц поговорим Поехали быстро И ходят за деньги Прямо по цветам с сапогами Да, счастье было рукой подать Но все испортили все парадисты Теперь нам придется Идти к нему своими ногами Не жаляйся? Нет Я как освободилась Как в пропасть Страшно, но здорово ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Прости ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да 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 Вы что? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК? Круто. Да, спасибо. Я понял. Да, подъеду. Спасибо, спасибо, что звонил. Кто звонил? Гуревич. Шасовеш прокатил мой очерк. Берет меня в штат корреспондентом. Без образования и вообще без всего. Зарплата, штука вместе. Для начала. Зарплата. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну все, на сегодня. Вокзал опаздываю, папа, до встречи. Давай, пока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Бать! Здорово! Здорово! Ох, как ты! Прибарахлился! В столице чего-то! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я б тебя... Ну, готовился бы. Слушай, я сам же ничего не знал. Хорошо мне дочка Юльки Коноваловой сказала, что у тебя книжка здесь выходит. Я на всех морлях всегда! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты куда бежишь-то, а? Сынок! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, ничего. Ха! Стильно, можно сказать даже. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здрасте. У нас не прибраны, я с работы только. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да это ничего. Вы сколько в месяц-то живете? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Год? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Год. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, около года. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я сейчас. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я хочу что-нибудь из своего пристроить. Ну вот, почитаю вот это у вас на мероприятии. Григорий Термиш, доставайте костюм, Артем погладит. Ну, она вообще ничего не умеет. Ну, давайте, где он там? Ты что, слепая? А это что? Да в этом пойдешь. Конечно. Может, вот это? Я утону в твоих глазах. Накрыв ресницами круги. Размер его знаешь, я куплю и сбегаю. Чайник нет. У меня на карточке есть тысяч пять. Займем, перехватим. Ну, хоть самый дешевый. Да он обидится, он на эти условности клал всю жизнь. А мы не можем, там много людей будет важного для тебя. Ты отца такого привезешь. Какого такого? Ну, извини, от него пахнет. Что? Слушай, да он лучше всех, как вместе взяток с этой тусой твоей. Моей? Я ее бросила ради тебя, если ты забыл. Будешь мне до конца жизни тыкать эти глаза. Стоп. Поссоримся. Рубашку твою уговоришь одеть ее в душ, на это он согласится. СТОМОБИЛЬНЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОН Падем. Здрасте. СТОМОБИЛЬНЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте, возьмите, пожалуйста. Вы мне предлагаете? Спасибо. У меня есть. Я возьму. Спасибо. Здравствуйте, возьмите, пожалуйста. Это мой сын написал. Рада за вас обоих. О, а твоя фото где, сынок? Ладно, папа, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, твоя фотография, и я сын. Здравствуйте, его возьмите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я сейчас возьму, или что-нибудь? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто играет-то? Брамс. А точнее. Скрипичный концерт, папа. Молодец, моя школа. Давай. Это же вот этот мужик, сынок. Ну, из телека, как его. Папа, здесь много кого едешь, давай так. Тело и видишь, что тебе скучно. Какой плюгаленький, маленький. А в теле и зари, как Рэмбо. Здрасте. Все. А это почем? Что? Да котлеты почем бестовать? Это бесплатно, папа. Бесплатно. Все. Все бесплатно. Игорь, поздравляю. Поздравляю. От души. Сейчас, огнеменку. Папа, не увлекай, чего надо, говоришь, сынок. Не переживай. Давай по-взрослому. Такое ощущение, что книгу он написал. Зачем я приехал, вообще не понятно. Извините, а вы кто? Ты выше поднимешься, я верю. Пользуешься успехом? Что ты? Не оборачивайся сразу. Видишь там ведьму голую? А кто это? Вдова Реваза и Абадзе Наташа. Это который этот? Ревазик. Игоря друг. Тоже мультик. Умер два года назад. Она его активы осваивает. Будь осторожна. Творческих мальчиков коллекционирует хобби. Лера, Лера, подойди на охрану. Там Пятый канал не пускают. Сейчас. Старик, поздравляю. Книга-чума. С дебютом. Это вторая. Вблизи удобнее разглядывать. Издалека все-таки не то. Вы ведь писатель? Скажите, а правда вдохновение влияет на эрекцию? Что? Знакомый драматурка сказал. У него во время работы самый стояк. И это вы к чему все? Вы вроде не такая. Какая не такая? Ну не знаю, не сука. Будет нормальным человеком. Глаза выдают. Вы еще и психолог. Но скажите что-нибудь еще про меня. Слушайте, вас, наверное, обижали много. Я понимаю, стервировать проще. Это ваш муж? Где такого взяли? Он пока еще не женат. Я думаю, это ваша инициатива. Кажется, за вами и Горек ухаживал. Глазейку себе оставили. Это у вас юмор такой. Не обижайтесь, если не смешно. Красивое платье. На всех вечеринках в нем. В следующий раз сумочку пообъемнее возьмите. Больше еды влезет. А у вас много влезет? Наталья. Я вас не надеюсь. Спасибо, что пришла. Не взвольтесь. Да я не взвожусь. Она уже сдвинулась на свои стервозности. Идем, тебя снять хотят. Да не она, не бойся. Идем. Сынок. Когда я свое... Батя, сейчас. Ладно? Тём, ну чай с тебя оттуда я все. Герои моей поэзии? Не знаю, обычные люди. Простые. Со своими суревыми историями и никакого глянца, гламура. Просто человеческие истории. Фактура. Правда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тысяча извинений. Тысяча извинений, господа. Не помню, кто-то хорошо сказал, когда поэзии нет, люди начинают задыхаться, когда... Бери руки, когда... Как получилось, что Игорь Гуревич поддержал ваш дебют? Чем вы его купили? Не знаю. Ну, во-первых, это моя вторая книга. Во-вторых, мы с Игорем друзья. Я надеюсь, я могу так говорить. Я... Куда ты меня тащишь? Да... Чего вы лыбитесь? А ты... Доволен? Вон рожу какую отъел. Доволен? Чего он лыбится остальном? Чего он лыбится? Лыбится он. Чего он лыбится? Туда? Артем, что за дела вообще? Кто это? Откуда я знаю? Разберемся. Один раз можно было себя в руках удержать, животное. Ты как с отцом разговариваешь? С отцом? Да я тебя ненавижу, ты понял? Я тебя стыдился всю жизнь. Ты посмотри на себя, свинья! Ты же свинья! Я думал, здесь не достанешь, ты сюда приехал. Ты... День был для меня так важен. Так важен, ты понимаешь? Для меня, для моей карьеры! Ты взял, приехал, все испортил! Свою жизнь просрал, а мою хочешь? Не смей договориться, ну... УДАР ВЫСТРЕЛ Папа... 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 Ну все, ты как? Все, извините. Ох. Ладно, сам виноват. Один раз просил тебя как человека. Хватит уже. СТУК Давай иди. Да. Да. Я же говорю, бросила. Просто в руках подержать. Знаете, что я поняла? Мы не меняемся. Вообще. Мы такие, какие есть. И как бы не пытались переделывать себя. Бесполезно. Скажу, что на селе взяла. А то весь мозг вынесет. Ссоритесь. Ну, кто не ссорится? Мы с отцом. Как он? Да плохо как. Надорвется с этими типографиями. Еле к врачу уговорила сходить. Мама, что? МРТ плохая. Сосуды. Нервничать нельзя. Съездите, отдохните. Он не может. У него проблемы с проектом. Можно я ему позвоню или зайду? Заезжай. Он счастлив будет. А? Так. На. Мам, не надо. Все, не разговаривай. Лера, только не перебивай меня. Мам, ты опять начинаешь? Мы всегда тебя ждем. Мы вас ждем. С Артемом. А папа? Я его уговорю. Я же не знаю, сколько ему осталось. А я внуков хочу. Нет. Почему сразу нет? Не выслушал даже еще. Ой! А почему-то у меня гордость есть. Ну-ка, интересно. Я не помню, как мне твоя мама звонила, деньги предлагала, чтобы уехал. Или как папа твой меня на дверь показывал. Ага. А сейчас типа все нормально, улыбаемся. Спасибо, что приютили приезжего. Нет, я так и смогу. А сейчас нам лучше. Да, а что тебя не устраивает? Артем. Ну давай, договаривай, раз начала. Да у нас денег постоянно нет, только дыры затыкаем. Это временно. Мне 22, это тоже временно. Я не хочу ждать. Я не хочу в одном платье таскаться. И денег к сороковнику я тоже не хочу. У меня одна жизнь, понимаешь? И я и сейчас хочу жить. Я когда смотрю на этих ссыкух на вечеринках, думаю, чем я хуже. Я ведь уже со мной связалась. Артем, ну что ты дуешься, как девочка? Ну не получается у тебя заработать, ну не твое. Почему родители нам помочь не могут? Гордость. Слышала уже. А по углам жить гордость тебе позволяет? Еду со шведских столов таскать? Да мы бы на твою зарплату не прожили, на гонорары твои. Я уже полгода у мамы деньги беру, ты и так на их деньги живешь. Ты куда? Отсюда. С добром утром, спасибо. ВЫСТРЕЛ Погоди, а как я на работу поеду? Привет. Знаешь, что... Отставьте ваше сообщение после сигнала. Я отзываю по перезвоню. ЗВОНОК Слушай, давай у родителей пока поживу. Звони. Артем Цыганов? Да. Документы можно? Что такое? Вот посылка вам. Здесь распишитесь. Угу. Это кого? А я знаю. Слушай, видел, там у Коттер твоя тачка грузит. Сломала сейчас? Чего? Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что за цирк? Где моя машина? Ну, во-первых, здравствуйте, Артём. Во-вторых, утиль я ваш выбросила. Как обновка. Видела тот же цвет, тоже модель. Мужчина же консервативный. Приглашаю отпраздновать. Адрес на листке. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотрите, как будто вам органы мои нужны. Не все. Я коллекционирую человечков. Чем креативнее экземпляр, тем престижнее обладать. Вы на мне где-то ценник заметили? Я вроде не продаюсь. А я и не покупаю. Не так стара, чтобы самой платить. Машина во дворе. Утиль верните. Ах, какой стиль. Ваш утиль тоже во дворе. С другой стороны. Знала, что не возьмёшь. Артур, приедь, забери машину. Верни в прокат. Ключ у меня. Прокат. А что я дура, такие подарки дарить? Мы ведь даже не трахаемся. Это что, какая-то проверка была? Слушай, давай на ты. Давай на ты. Я не пью. Ты не думай, я дарить на тебя не буду. Унижать подачками. Но если со мной будешь, всё отдам тебе. Себя и мир в придачу. Это вряд ли. Ну, если хочешь дружить, пожалуйста. Для начала нормально. Не умею ждать. Только не тяни. Я старая. Помру, не дай бог. Привет. На работе спрашивают, когда выйдешь. Папа не здоровится, я с ним побуду. Он тут? Мотается проект. Ты бы позвонил, зачем я? С тобой. Артём. Ну, я тебя прошу. На час всего. Ну, куда выйдем? Сюрприз. Ступенька. Ну, хватит, Артём. Как дура. Сейчас, сейчас. Краска пахнет. Стоп. Угу. Это что такое? Квартира. Наша. Купил? Как? А деньги? На работе кредития. Всё. Теперь у нас жильё есть. Артём, зачем? Деньги лишние есть. И так копейки считаем. А если ты Куревичу будешь ещё проценты выплачивать, он тебя вообще в рабы загонит. Ни хрена. Я молодой, талантливый, заработаю. Чем? Стихами, очерками. Опять на сейлах экономить. На вечеринках есть. Да, в крайнем случае, твои помогут. Ты же не хотел. Дурак был. Прости. Муж и семья всё-таки, как-никак. Надо вместе мириться. Потом, если у него внук появится, сосед всего место станет. Только верим, Глеб. Мне больше ничего не надо. Слышишь? Останься. Я всё лицо сделаю. Конечно, я останусь. Подожди, я ты ещё не всё. Иди за меня замуж. Ты хорошая? Я тебя любить буду. Такую не пущу. К швабре не притрудишься. К тряпке тоже не притрудишься. Я согласилась уже. Да, мам. Вы знаете, что такое счастье? Обманка. Жизнь всё равно морду покажет. Где он сейчас? Я сейчас приеду. Папа арестовали. Владимир Бокторович, здравствуйте. Я по поводу Валентины Челямина. А что с ним? Вы знаете, он болен. У него был микроинсульт. Вот, пожалуйста, снимки и заключение врача. Что вы мне их суете? Я доктор. Полин, вызови врача. Всё. Владимир Викторович. Владимир Викторович, послушайте, пожалуйста. Посмотрите на снимки. Я вас приглашал сюда. Я жив русским языком. Больной осмотрит его врач. Всё, ведите женщину. Его в госпиталь надо. Он в камере умрёт. Потаскивать потом будем. Сейчас. Главное, чтобы не умер. Господи, что я говорю? Тёма, что делать? Надо Гуревичу звонить. Я наберу. Не надо, не ты. Это семейное дело. Нужно по-семейному. Он почти наш. Тёма, не обижайся. Я с ней пока побуду. Редактор субтитров А.Семкин Ты хоть понимаешь, каких он людей подвёл? Игорь, ну ты же друг, Игорь. Я всё, что мог, уже сделал. В камере его хотя бы не грохнут. Ох, Господи. Посидит какое-то время, но живым останется. А если я и дальше буду за него вписываться, от меня люди отвернутся. А я не могу, Ира. Пойми меня. Игорь, ну ты же нам как родной. Ну ты нам посоветуй что-нибудь. Он на долгах сильно. Может кто-то проект купил. Ну, значит, надо продать, надо выставить проект на продажу. Кому? Покупателя нет. Ну, подожди, мы же можем продать. Мы можем продать дом, квартиру, машину. Что ещё? Ира, копейки. Ты проект не купишь? Зачем? Это выгодно. Я тебе всё объясню, мне папа рассказывал. Что тебе папа рассказывал? Мам, ты не знаешь. Иди домой, мы с Игорем поговорим. Мама, ну иди, пожалуйста. Мама, иди, иди. Мама, иди, всё нормально, иди. Мама, иди. Мама, иди ко мне. Протел мой друг. Мы расстались дома. Ты не знал? Мама, иди. Мама, иди, иди. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Реклата, я от тебя с ума схожу. ВСКРИК НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА ЛЕРА! ЛЕРА! Артем, уходи. ЛЕРА! Артем, ты пьян, уходи. Она не хочет тебя видеть. ЛЕРА! 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 Тихо-тихо-тихо! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не так и поймут. Че, когда дальше? Сыном займусь. Семьей поживу в кое-то веке. Ты, если там надо чего, деньги, квартира, обери меня. Слышь, я так возглобучил, я вообще еле на ногах стою. А чего ты у него денег-то не взял? А? Ладно, я пошел, короче, приходи к восьмине, опаздывай, пока журачку не разобрали. А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok В общем, хэппи энд, все поженились. Дальше или завтра уже?